21 декабря в детской юношеской спортивной школе нашего города состоялся открытый турнир подзюдо, посвященный Дню энергетика и пуску первого энергоблока Смоленской атомной электростанции. В этот день поздравил юных спортсменов с праздником и пожелал удачи почетный гость соревнований ветеран атомной энергетики и промышленности Михаил Васильевич Сурков. Принять участие в турнире приехали к нам в Десногорск команда из городов Сафонова, Ярцево, Рослов, Смоленск, Демидово и поселка Верхний Днепровский. Для всех участников день выдался нелегкий. Они продемонстрировали отличное мастерство и азарт к победе. В завершении турнира первые места в соревновании заняли наши десногорские спортсмены. Это Александр Зуев, Максим Коваленко, Кирилл Еврасов, Денис Галачев. Сегодня, наблюдая за соревнованиями наших детей, можно сказать, и внуков, приятно смотреть, что у нас подрастает такое молодое поколение, наша смена. Хочется пожелать им успехов в спорте, поздравить их с Новым годом и пожелать им здоровья и счастья нашим детям, нашим ребятам-спортсменам. Вот и завершились новогодние рождественские праздники. 13 января на площади администрации возле городской елки собрались ребятишки на закрытие зимнего новогоднего городка. В этот раз развлекали маленький народ, две снежинки-пушинки. Добрый день, ребята! Здравствуйте всем! Громче, громче, громче! Вот шел долгожданный Новый год. Мы с радостью встретили этот праздник. И поскольку в нем, так же, как и в остальных праздников, есть свои прелести, то мы все дружно давайте поздравим друг друга с Новым годом! Дети вместе со сказочными персонажами водили хороводы, танцевали и играли в игры. В завершении праздника ребятишки погасили огни на елке и, как всегда, по традиции, получили сладкие угощения. С 11 по 12 января в главном храме Десногорска, названного в честь иконы «Всех скорбящих радость», прибывала икона святителя Николая Чудотворца с частицей его святых нетленных мощей. Каждый из вас, хотя и, может быть, редко бывает в храме, знает имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая. И, наверное, почти в каждом доме найдется его святая икона. Его святые нетленные мощи находятся в Италии, в городе Бари. И храм, в котором они пребывают, всегда полон паломников, приезжающих поклониться этому святому из разных стран мира. В храме поклониться святыне собралось много горожан и гостей нашего города. Как всегда, по церковному обычаю и традиции в церкви прошла служба, в завершении которой все желающие были помазаны переданным из итальянского города Бари святым миром, истекающим от мощей святого Николая.